В Нягонской окружной больнице подводят итоги 2022 года. Более 600 оперативных вмешательств ежемесячно. Каждая пятая высокотехнологичная. Но за сухими цифрами статистики всегда стоят истории спасения людей. Пережив самые тяжелые минуты вместе, врачи и пациенты становятся практически родными людьми. Есть такая история и в сюжете нашего корреспондента Евгении Самойловой. Как супруга у вас? Потихоньку двигаемся. Если не беседовал после операции, сразу. Это сегодня у врача с пациентом и есть время для неспешных бесед. А когда Александр Луговской поступил в Нягонский центр сосудистой хирургии, времени для задушевных диалогов не было. Нужно было спасать ногу. Коронавирусом переболел и пошли тромбы. В Сургуте сделали операцию. Там шунтирование сделали. Через два месяца нога опухла лёг в Сургут. Прорвало мне всё там. Сказали. И у вас четыре часа ли ногу обрезаем. Или в Нягонь, или в Новосибирск. Нягонь для госпитализации выбрана не случайно. Житель Нижневартовска здесь уже был на операции. Как работают сосудистые хирурги знал. Была аневризматическая трансформация кемеровского шунта, который мы ему вшили. Непосредственно бедренно, заднем больше берцового. Он частично был тромбированный. И плюс всему аневризмы достигали. В случае нормального диаметра шунта в районе 5-6 мм, аневризмы достигали 7 см. Они были тромботическими массовыми выложениями. Чтобы сохранить возможность движения, югорчанину провели 6 операций. Первая длилась 11 часов. Команда хирургов боролась с тотальным поражением подколенно-бедренного берцового сегмента артерии. А немалого диаметра доступ к ним безмерно затруднен. Не обошлось и без осложнений. Первый этап, помните, когда я попробовал вам сделать доступ там же, где до этого был доступ, в предыдущий раз, когда оперировали, там, где гематома была, получили кровосечение такое, еле-еле остановили. И потом пришлось экстранатомическим шунт вшили от паха по наружной поверхности и в переднюю большую берцовую артерию, чтобы спасти ногу, чтобы было время для передышки. К операциям с приставкой сложная, уникальная, гибридная. Нягонский центр сосудистой хирургии уже привык. Ежегодно он проводит не менее тысячи медицинских вмешательств. Пережив самые тяжелые минуты вместе, врачи и пациенты очень часто становятся практически родными людьми. Вот и у Александра Луговского, отца троих сыновей, деда шестерых внуков, появился еще один близкий человек в лице хирурга Конноба. Евгения Самойлова, Николай Чащин, Вести, Егория, Нягонь.